Отступать больше некуда. Действующий чемпион Ульяновска по мини-футболу клуб Симбиск на пятый тур нового первенства против ОМЗ вышел в непривычной роли аутсайдера. Шутка ли сказать, в четырех стартовых играх команда не набрала ни одного очка. В мини-футбольных кругах даже заговорили о командном кризисе. Я думаю, что кризиса как такового не было. Ведь если судить по прошлым играм, мне не хватало немножко. Я бы даже списал это все просто, но не фарт. Проиграть это в один мяч, не забить в конце дабл-финальте. Поэтому кризиса никакого не было. А были некоторые проблемы в комплектовании состава. Но вернулись в строй братья Рахмановы и Валерий Захаров. Потянулся к пятому туру и Михаил Дрязгов, выступающий в дендератской лаве. И Симбиск словно перевернул черную страницу своей истории. Хочется еще раз больше агрессии, активности, прям прессинг по всей площадке. Четче, с мячом, ребят, играть. Здесь вот я еще раз не могу вам никакие схемы сказать, ничего. Как вы сами чувствуете. Матч Симбирска против ОМЗ стал наглядной иллюстрацией того, насколько четко футболисты должны выполнять установку своего тренера. Не прошло и минуты, а горожане уже вели в счете. Дмитрий Рахманов не сильно, но точно пробил в дальний угол. Галки прозвучал Вадим Новичков не успел и глазом моргнуть. Едва начнав с центра поля, ОМЗ снова пропустил. Симбирск накрыл соперника безжалостным прессингом и провел быструю атаку, в решающей фазе которой Геворд Хочетриан отдал пас пяткой, а Артем Целиков пробил аккуратно в домик Новичкову. Завершил стартовый натиск Симбирска второй из братьев Рахмановых – Денис. Его удар в ближнюю девятку также оказался неберующимся. А ведь шла всего-навсего восьмая минута игры. Ну, я считаю, вышли расслабленно. То есть у соперника ноль очков, хотя мы перед игрой знали то, что у них добавились ребята. Не настроились просто должным образом сначала. Расслабленность какая-то. То есть и соперник моментально за это наказал. Взяв тайм-аут, ОМЗ остановил голевой дебют горожан. Больше того, за пару минут до сетка на перерыв заводчане заработали дабл-пенальти. Бить его вызвался лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Романов. Однако переграть голкипера Дениса Андреева ему было не суждено. Первый тайм так и завершился в пользу Симбирска с преимуществом в три мяча. У нас задача была забить быстрый гол. Получилось сразу три в первые пять минут буквально. И уже соперник поплыл. Тяжело было вернуться в игру. В этот момент, мне кажется, нужно наоборот себя сдерживать и не показывать эмоции. Стараться собраться. И команда тоже должна собираться в такие тяжелые моменты, когда пропускает сразу три. Суету устроили. Миша, согласись, мы вышли в суету. У нас мяч не держится. Ты отскочи, получи мяч, отдай. А у нас идет одна борьба. Мы хватаемся, цепляемся, мы только нарушаем. Ничего страшного еще не случилось. Еще второй тайм, 25 минут. Еще много времени. Давай, давай, давай. Ничего страшного не произошло и в игре самого ОМЗ. По крайней мере, никаких загадок для Симбирска заводчане не пропасли. Впрочем, на один гол отстающая сторона все же наиграла. Это Александр Истафь пробил таки Андреева. Однако это был лишь эпизод. В целом же Симбирск полностью контролировал ситуацию. Это вылилось в два гола капитана команды Андрея Манышева. Сначала он забил мощным выстрелом в ближний угол, а затем завершил перепасовку с партнерами, которые уже поймали кураж и творили на площадке все, что хотели. Задачи не отменял никто. Будем бороться с каждой игру, играть на победу. То есть это поражение по нам никак не ударит. Но будем на каждую игру выходить, биться. И после этой игры докажем, что мы сильные и будем бороться только за высокие места. Точку в матче поставил Геворг Хачатрян. Обыграв защитника, он пробил из-за предела штрафной точно под перекладину. Получилось и эффектно, и эффективно. 6-1 в пользу Симбирска. Первая победа действующего чемпиона стала реальностью. Это придаст нам больше сил и эмоций, больше положительных, я имею в виду. И в дальнейшем только на победу будем играть. Нам самое главное, надо было победить эту игру, почувствовать вкус победы. Мы наконец-то ее добились. Крупными победами в пятом туре, кроме Симбирска, также отметились Контактор и Платон. С одинаковым счетом 8-3 они переграли, соответственно, Штальбург и Юниор. Особенно усердствовал форвард Платона Игорь Ахмедшин, забивший 6 мячей. Теперь у него на счету 8 точных ударов и первое место в списке бомбардиров. А вот центральный матч тура между Мобирейтом и Кристаллом голами не изобиловал. Мобирейт забил по разу в каждом из двух таймов и добился трудной, но закономерной победы. 2-0. ПСК в стартовом матче игрового дня также с преимуществом 2 гола переграл смену 3-1. Таким образом, после пяти туров Мобирейт продолжает свое победное шествие. Пять побед подряд, на пару баллов меньше у Контактора, следом с 10 очками Кристалл и ПСК. Но разница между ними в том, что Кристалл потихоньку отстает от лидера, а ПСК напротив подтягивается к нему. Симбирск разжился первыми очками в сезоне и оставил на окраине турнира на таблице Юниор и Штальбург. Шестой тур пройдет уже зимой, 1 декабря. Интриг и противостояние в предстоящем игровом дне хоть отбавляй. Тут тебе встреча лидером Мобирейта с ПСК, а также Симбирска и Контактора. А между этими поединками встреча соседей по турниру на таблице Кристалла и УМЗ. В общем, точно будет весело и непредсказуемо. О подробности через неделю на портале управу.ру